всем привет мы снова в машине а это значит мы уезжаем в наше новое путешествие все кто с нами погнали всем с добрым вечером мы доехали до ростова сам город заезжать не стали потому что уже темнеет мы решили перед городом остановились в поле поставили палатку вот так вот у нас все это выглядит дует жуткий ветер у нас унесло палатку в поле галя бегала и ловила по полю мы сегодня проехали 1000 километров проехали это за 12 часов дорога в принципе не сильно загружена никаких пробок ничего не было одно единственную аварию видели на встречной полосе и все так что все в порядке сейчас мы поужинаем и будем спать а завтра поедем дальше ну всем доброе утро мы пережили сегодняшнюю ночь нас чуть не унесло ветром вместе с палаткой прям поэтому мы завтракаем прям в палатке сейчас вот погреем себе кофеек позавтракаем соберемся и поедем дальше все эти всю ночь был ветер а сейчас он стихает солнышко встает ветер стихает ветер очень сильный но не холодный ладно не холодная пока умывалась я там прыгала из одного куста в другой потому что холодно это те после палатки а так ветер в принципе 23 градуса на улице ночью было вообще мы спать ложились было очень тепло было 32 градуса мы позавтракали уже двинулись в путь сегодня мы едем в сторону Владикавказа в планах пройти границу и заехать на территорию Грузии мы уже забронировали там гостиницу вот поэтому вечером нам в принципе нужно попасть в Степанцмиду проехать нам нужно в общей сложности где-то около 800 километров уже правда 480 осталось вот ну надеемся к вечеру мы успеем пройдем благополучно все и заселимся в нашу гостиницу поток на границе все в основном едут в Россию там столпотворение именно в нашу сторону поэтому мы надеемся что мы пролетим достаточно быстро дождей никаких не будет ничего никого не смоет и мы за пару часиков должны пройти границу так что сюда так да У нас на горизонте Пятигорск. Ну что, мы добрались до Волгикавказа, осталось доехать до границы. Это приграничная территория, мы подъехали к границе Грузии. Машины проходят по-разному. Фуры проходят по одной стороне, а легковушки по другой, поэтому фуры стоят, у них очень большая очередь, легковушек меньше. Фуриков вообще очень много. Подъезжаем к границе. Очень много фур, нам туда нельзя, у нас сплошная ситуация. А что делать? Фур просто на километр стелюсь, просто на километры. Мы наконец доехали до границы России с Грузией. Сейчас постоим в очереди, надеемся, что очень быстро ее пройдем, потому что скорость темнеет и очень нам не хотелось бы ехать по серпантинам ночью. Короче, мы въехали на границу. Сейчас время 17.36. Пока прошли только один маленький-маленький досмотр, у нас спросили паспорта. И то только на их наличие. И дальше мы стоим. Как долго, пока непонятно. Ой, ребяточки, стоим, стоим. Вот сейчас немножечко едем, а время 18.05. А это люди, которые пытаются вернуться домой. В школу. Там. У нас сейчас российская граница. Мы пытаемся уехать из России, а те пытаются вернуться. Короче, час. Время 18.36. Это только российская. Мы прошли российскую границу. Сейчас ползем в сторону грузинской границы. Надеюсь тоже, хотя бы за час мы это все сделаем. Говорят, грузины посильнее проверяют, но вдруг нет. Поэтому мы надеемся, что за час и мы все, и мы уже на границе. Время 19.11. Мы все еще не доехали до грузинской границы. А, ну вот она уже светится. Тут тоже жуткая пробка. Два тоннеля через горы. Пускают по очереди, но мы почти приехали. Ну все, мы в Грузии. Время 19.49. За два часа мы справились. Сейчас еще нужно найти обменник, сделать страховку на машину. Потому что все это дело оплачивается в ларях, а у нас их нет. Короче, сейчас все будет. Но уже темно, просто жесть. До нашего костела, отеля нам ехать 9 километров. По пути мы все сделаем. Друзья, мы все-таки добрались до Грузии. Приехали в город Степанцмида. Сняли здесь гостиницу. Точнее, хостел. Вот такой вот вид у нас с балкона. Завтра, надеюсь, наверное, отсюда мы увидим Казбек. И поедем дальше. В сторону Тбилиси. По пути нас ждет много всяких интересностей. Будем снимать, показывать. А еще утром сниму наш хостел. Покажу номер. Расскажу, что, чего, почем. Может, кому пригодится. А сейчас всем спокойной ночи. Всем с добрым утром. Мы сегодня первый день в Грузии. Находим сейчас в Казбеге. Степанец Меди. Ну, а это и есть в Казбеге. Мы вчера ночью пересекли границу. Мы заселились в хостел. Ну, не ночью. Ночью. Ну, вечером. Темно уже было. В 19.36. Ну, почти в 8 часов мы выехали. Причем это еще, возможно, по нашему времени. Скорее всего, кстати. Это было по нашему. Да, часы потом перевелись. Так что по местному времени это уже в 20.36. Вот. Заселились в хостел. Это гостевой дом. У них теперь гостевые дома. Стоил он нам 35 лари. Это примерно по курсу, по которому мы меняли. Где-то около 1000 рублей. Бешеный курс. Бешеный курс. Да, это прям сразу за границей. Вот. Ну, мы поменяли 150 лари. Дальше поменяем еще. Нам просто нужно было сделать страховку для поездки по Грузии. и заплатить за этот хостел. Вот. В общем, переночевали. Все хорошо. Номер я вам сейчас покажу. А теперь посмотрите, в каком месте мы находимся. Ну, и сейчас я вам покажу самую изюминку этого места. Это. Как вы думаете, что? Гора Казбек. В общем, сейчас я вам еще покажу номер наш. Сейчас мы будем потихоньку собираться. и поедем, наверное, где-то позавтракаем. Поедем в сторону Тбилиси. Нас ждет сегодня достаточно много интересных достопримечательностей. Будем снимать, показывать вам. Пойдемте покажу вам наш хостел. Здесь у нас общий санузел. Есть газовый котел. Вода горячая постоянно. Это наша комната. Кровать, две тумбочки и три стула. Все, больше нету ничего. Такой минимализм. Ну, кровати хорошие, мягкие. Одеяло. Все чистое. Постельное белье хорошее. Новое, свежее. Так что, вполне сгодится переночевать. А это завтрак туристов. Еще в Северной Осетии мы купили два северных... Северных. Осетинских пирога. Я сказала, в Северной Осетии, наверное же, да? Вот. Мы их покупали еще в прошлом году. Нам очень понравилось. Ехали обратно и тоже их купили. У нас видос. У нас пирог. У меня чай. Сережки, какая-то водичка. Вот еще раз вам покажем гору Казбек. Это одна из самых высоких точек Кавказа, наверное, после Эльбруса. Высота 5 километров. Не помню, сколько метров. Ну, меньше, чем 5-100. Наверху вон какая-то циркушка, храм. Внизу протекает река Дерек, вдоль которой мы сейчас и поедем. Ну, в общем, вот так вот мы выехали в сам город и уже направились дальше. Что? 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 У accessibility тежки. С Melanie по цене Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok